В истории мирового бокса немало представителей игровые лет. Советский бокс может гордиться такими талантливыми спортсменами, как Геннадий Шатков, Владимир Сапронов, Владимир Генгебарян, Виктор Быстров и другие. И среди чемпионов Олимпийских игр есть представители игровой манеры боя. На Мариальской Олимпиаде 1976 года шесть золотых медалей были завоеваны боксерами-игровиками. Среди них такие выдающиеся спортсмены, как кубинец Стивенсон, негритянские боксеры Соединенных Штатов Америки Дэвис и Леонард. Дэвис на Олимпийских играх Монреаля был удостоен кубка Балла Баркера, как лучший боксер Олимпиады. Субтитры создавал DimaTorzok Манеру ведения боя боксеров игрового стиля можно условно разделить на три типа. Представители первого типа Борис Куднецов и Виктор Агеев. Особенность их техники заключается в том, что для реализации тактики обыгрывания они меняют большое количество обманных действий. После проведения своей атаки или контратаки, такие боксеры не задерживаются возле противника, а быстро отходят на дальнюю дистанцию. Если боксер не успевает уйти от атаки противника, он сковывает его. Применяя винты и ложные открытия, они постоянно как бы дразнят противника, вызывают его. Выбрав удобный момент после обманных действий, атакуют или контратакуют. Вы видите Бориса Кузнецова на первом чемпионате мира в Гаване в четвертьфинальном бою с боксером из ГДР Постером. Бориса Кузнецова на первом чемпионате мира в ГДР Постером. На формирование индивидуальной манеры Бориса Кузнецова определенное влияние оказал трехкратный чемпион Советского Союза Виктор Агеев, наиболее яркий представитель боксеров этого типа. Боксеры этого типа смело входят в ударную дистанцию противника. Великолепная реакция этих боксеров позволяет им мгновенно защищаться и проводить ответные или встречные контратаки, вновь переключаться к защитам и тем самым путать противника. Боксеры этого типа выигрывают по очкам или за явным преимуществом. Боксеры этого типа выигрывают по очкам или за явным преимуществом. В своих действиях они применяют самые разнообразные удары. Короткие прямые, снизу и боковые. Тактика обыгрывания часто сочетается с применением хорошо поставленных акцентированных ударов, что делает представителей второго типа особенно опасными для соперников. К таким боксерам относится выдающийся кубинский спортсмен, двукратный чемпион Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Теофило Стивенсен. Сюда же можно отнести и советских боксеров, чемпиона Олимпийских игр в Мельбурне Геннадия Шевкова и чемпиона Мюнхенской Олимпиады Вячеслава Лемешева. Это очень осторожные боксеры. Они подолгу выжидают удобный момент для нанесения нокаутирующего удара. В бою такие боксеры не суетливы и, в отличие от боксеров первого типа, менее активны. Вызовы противника на активное действие осуществляют легкими ударами левой. Вы видите финальный бой Теофила Стивенсена на чемпионате мира в Гаване. Его противник очень осторожный, искусный боксер из Соединенных Штатов Америки Марвин Стинсон. В этом бою Стивенсен победил по очкам. Основное оружие таких боксеров, как Стивенсен и Лемешев – одиночные прямые удары. Как правило, боксеры этого типа одерживают победы нокаутом, используя прямой удар правой в голову. Действуя в бою левой рукой, они выжидают удобную ситуацию, умело защищаясь во всех трех дистанциях. В случае, если удобный момент для нанесения решительного удара так и не представился, они обеспечивают себе победу по очкам, успешно применяя удары левой. Вы видите фрагмент боя Вячеслава Лемешева и американского боксера Майкла Спингса, который состоялся в январе 1976 года. В этом бою по очкам выиграл Лемешев. Вячеслав Лемешев – самый молодой олимпийц среди советских боксеров. Золотую медаль чемпиона 20-х Олимпийских игр в Мюнхене он завоевал, когда ему было 20 лет. После Олимпийских игр он дважды становится чемпионом Европы. Боксеры третьего типа особенно подвижны на ногах и очень много маневрируют. Отсутствие в их арсенале нокаутирующего удара они компенсируют нанесением большого количества легких ударов, одиночных или серийных. Большинство побед боксеры этого типа одерживают по очкам. Вы видите фрагмент боя Виктора Рыбакова и американского боксера Фуллера в матчевой встрече 1978 года. На чемпионате Европы 1977 года Виктор Рыбаков был признан лучшим боксером турнира. Именно в такой манере проводил свои бои первый чемпион Олимпийских игр среди советских боксеров Владимир Сафрон. Сочетая финты и легкие удары с быстрым маневрированием, они вдруг переходят в неожиданную атаку, захватывая противника врасплох в момент его неготовности. Виктор Рыбаков Виктор Рыбаков относится и чемпион Европы Александр Ткаченко. Особенность манеры ведения боя этих боксеров – великолепная работа левой рукой. Быстро передвигаясь по рингу, они применяют удары левой и в атаке, и в контратаке, и на отходах. Таким образом, в индивидуальной манере тактика обыгрывания имеет различные выражения. Это зависит от их физических и психологических особенностей и свойств темперамента. АПЛОДИСМЕНТЫ Защиты и ответные контратаки являются основным оружием в арсенале боксеров. Все действия боксера и гравика подчинены установке «победить» ценой наименьших потерь. Как тактический вариант, оборонительные действия, защиты и ответные контратаки применяются не только гравиками, но и боксерами другой индивидуальной манеры – универсалами, нахоутерами и даже сомповиками. Используя разнообразные приемы защит, боксер заставляет противника промахиваться или сковывает его действия. Борис Лагутин Борис Лагутин Борис Лагутин В бою с ним Борис Лагутин в течение двух раундов применяет активно оборонительные действия. Защиты отходами назад, стороны, подставками сочетаются с ответными или встречными контратаками. Борис Лагутин Утомив Куайтера, Борис Лагутин лишь в третьем раунде перешел к активно наступательным действиям и выиграл бой безуявного преимущества. Борис Лагутин 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 Борис Лагутин